Только в России живут и работают медведи, которые умеют ходить по канату на большой высоте. Зрители петербургского цирка на Фонтанке овациями встречают косолапых артистов из труппы Александра Иванова. Спустя 20 лет аттракцион, отмеченный наградами на многих престижных конкурсах, вновь на арене. Секреты мастерства необычных канатоходцев узнал Александр Чижинов. Весь мир знает точно. В России медведи гуляют по улицам, и этим никого не удивишь. Вот и приходится русским медведям, чтобы собрать аншлаг в цирке, придумывать что-нибудь пооригинальнее. Например, ходить по канату. А сделать им это очень нелегко. Есть у медведя одна слабость – боится высоты. Заставить его идти по канату под куполом цирка смог лишь один дрессировщик в мире – народный артист России Михаил Иванов. Сейчас уникальный аттракцион, внесенный в книгу рекордов, продолжает его сын Александр. Люди говорили об этом, что никогда этого не будет. Но этому аттракциону больше 20 лет он существует. И оказалось, что медведя можно сделать канатоходцем. Секрет оказался прост. Сделать канатоходцем медведя может лишь человек сам в совершенстве, овладевший этим искусством. Потому что мы когда вводим медведя под купол, вообще два человека его ведет, потому что он же тоже волнуется. Один человек за одни лапы его придерживает, другой за другие. И вот только таким образом мучаешь медведя. Трудности гастрольной жизни люди и медведи, их в трупе пятеро, преодолевают на равных, как одна семья. Они такие же партнеры, они так же ходят с нами, они так же получают похвалу от нас. Как руководитель нас хвалит, так мы хвалим тоже. Покрутим штурвал. Молодец, Юленька, молодец, головушка наша. Молодец. А левого руля давай покрутим. Но какими бы дружескими ни были отношения с медведями, важно помнить главное правило. Они должны чувствовать, что вожак это человек. Если это есть, значит дрессура будет. К выступлениям в Петербурге люди и медведи готовились особо тщательно. Здесь и цирк знаменитый, и первый в России, и публика знающая. Так что все, вплоть до медвежьей прически, должно быть идеально. Поэтому овации, которыми наградили артистов на премьере нового представления, были для них особенно дороги. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Марк Тюнин. Северо-Западное бюро ТВ-центра. Санкт-Петербург.